Гроза всех звезд российской эстрады и настоящая акула-пера. В среде, близкой к отечественному шоу-бизнесу, есть человек, который не может скрывать свое мнение о творчестве наших звезд за дежурной улыбкой и вынужденной лестью. Вы, наверное, уже догадались, о коме хочу рассказать сегодня. Разговор пойдет об эпатажном журналисте и музыкальном критике Сергея Соседове, прославившимся участием в телешоу «Акулы-пера», «Суперстар» и «Х-фактор». Имея свою точку зрения на все, что делает звездный исполнитель, он без стеснения скажет ему в глаза, что о нем думает, порой не выбирая обидных слов. Интересно будет узнать, как живет Сергей Соседов. Откуда же взялась такая нетривиальная личность? Попробуем, как советуют психологи, обратиться сначала к его детским годам. Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в обычной московской семье, которая ничем особо не выделялась. Отец служил в милиции, мать работала на заводе. Также у него был брат, с которым они очень сильно отличаются в поведении. Уже в школьные годы Соседов стал выделяться среди ровесников. Его отличительными чертами была причудливая походка, жеманность и достаточно высокий голос. Видимо, из-за таких отличий Сергей не смог обзавестись друзьями. Но зато в учебе, особенно в гуманитарных предметах, мог дать фуру не только одноклассникам, но и учителям. Одноклассники вспоминали, что на уроках литературы Сергей Соседов устраивал настоящие спектакли, отвечая урок. Помимо обычной школы, парень также закончил и музыкальную, по классу фортепиано. После окончания школы Соседов поступил в МГУ на журналистский факультет и попутно устроился в газету Гудок. Именно там Сергей Соседов взял свое первое интервью у большой звезды Эдиты Пьехи. Ей он, кстати, очень понравился как журналист. Она даже написала благодарственное письмо в редакцию. Университет Сергей Соседов окончил с красным дипломом. Он был одним из лучших на своем курсе. На протяжении всей жизни Соседов работал во многих издательствах – корреспондентом, редактором и сценаристом. С юношеского возраста на Сергея Соседова трудно было не обратить внимания. Он носил стильные яркие костюмы и высказывал на публику горячие словечки, задевающие звезд отечественной эстрады. Собственно, это сыграло не последнюю роль в его карьере. И уже в 90-х годах Сергей Соседов принимает участие в нашумевшем проекте «Акулы-пера», которому журналист обязан своей популярностью. Там он также отличился от остальных участников своей особенной критикой. Соседов не стеснялся извить и безжалостно топить музыку звезд гостей. По его мнению, Ирина Аллегрова и Ирина Салтыкова не умеют петь. Илья Кормильцев, который создал большую часть песен для группы «Наутилус Помпилиус», полон депрессии и вообще является сновом. В 2019 году критик принял участие в фестивале «Жара», состоявшемся в Баку. С 2020 года Сергей Соседов стал частым гостем передач «Звезды сошлись» и прямой эфир. Заседал в жюри конкурса «Суперстар». В течение пяти лет он был одним из приглашенных судей в украинскую телепередачу «Х-Фактор». До сих пор журналист не забросил участие в различных телешоу. Сергей Соседов – остерный язык, очень умен и обладает тонкой внутренней организацией. Несмотря на внешнюю субтильность, Соседов никогда не стесняется в своих высказываниях. Ему безразличен статус «Звезды», он задает неудобные вопросы и смело высказывает свою позицию. Потому его охотно и приглашают на различные шоу-продюсеры. Большинство коллег считают его односторонним. Это связано с тем, что в свой адрес Сергей Соседов не приемлет критики и сильно на нее обижается. Но в сочетании с умом это помогает ему лишний раз не отвечать на нападки и не давать поводов для дискуссий. Выход в 2018 году песни «Ибица» с участием Николая Баскова вызвал шквал обсуждения не только общества, но и обратил внимание Сергея Соседова. Это бескультурия, прежде всего. Это плохое воспитание. Это непонимание того, что ты таким образом не уважаешь аудиторию. Это было ужасно. Мне стало вот просто плохо. Таких вещей нельзя себе позволять людям, которые полюбили за их талант, безусловно, за мастерство. Но наши вот эти топовые артисты этого совершенно не понимают. Совершенно. Они считают, что все средства хороши, но это недостаток, конечно, воспитания, культуры общей. Да что там Басков? Любимая певица детства соседова Алла Пугачева тоже попала под раздачу. В 2019 году состоялся ее концерт, попасть на который можно было за 100 тысяч рублей. Соседов высказал свою позицию. Вы помните жест, этот взгляд, что это было? До сих пор, когда смотришь эту запись, во мне мурашки ходят, я схожу с ума. И вдруг, пусть она порядка. Это что такое? Сережа, это на голову напялило что-то. На стороне проблема, Сережа. А внешний вид. Досталось и певице Валерии. Сергей ассоциировал ее с цыпленком. После этого семья Пригожиных не желает иметь дело с соседовым. А критик комментирует, что публичные люди должны уметь адекватно воспринимать любую критику. Один из конфликтов в ситуации с Иосифом Пригожиным. В интервью Иосиф признался, что ежемесячно он тратит более 2 миллионов рублей. На что Сергей Соседов отозвался, что кичиться красивой жизнью, в то время как простые граждане страны переживают не лучшие времена, неприлично. В ответ на это продюсер назвал Сергея Соседова голубой креветкой. Критик никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Во многих своих интервью он не отрицал этого. Тему своей личной жизни Сергей Соседов предпочитает не обсуждать. Детей нет, семью он тоже заводить не торопится. Так до сих пор живет с мамой. Но немного отвлечемся. Есть одна ситуация, после которой Сергей Соседов буквально заставил себя уважать. Дело в том, что он всю жизнь жил с мамой и долгие годы копил деньги на отдельное жилье. А в 2017 году банк, в котором журналист хранил все свои сбережения, обанкротился. Соседов остался ни с чем, потеряв порядка 10 миллионов рублей. И в 2018 году выступил с резкой критикой Центробанка, Набиулиной и Путина. Да так выступил, что люди, которые вначале снисходительно улыбались, в конце аплодировали. Почему она, зная о неполадках в банке, не обратилась через средства массовой информации к вкладчикам? Но задать вопрос Набиулиной мы имеем право. Если она знала о неполадках, почему она молчала? Значит, это было выгодно. Значит, это было выгодно схлопнуть этот банк, завладеть всеми средствами. Кстати, а логика здесь очень простая. Единственное, чего Сергей Соседов хочет в данный момент, чтобы не встретить старость одиноким, попробовать завести ребенка от суррогатной матери, либо усыновить, удочерить ребенка из детдома. Сергей Соседов живет со своей мамой в старой двухкомнатной квартире в Москве и называет себя маменькиным сынком. Мама на данный момент остается единственной поддержкой, тылом и семьей для Сергея. Старая мебель, косметический ремонт, отсутствие броских и дорогих элементов декора. На виду большое количество книг. Это вызывает дисбаланс в понятии об условиях жизни известных людей. Остается только удивляться тому, насколько публичные люди бывают разными. Музыкальный критик недавно признался, что он устал критиковать звезд и хочет посвятить себя новой работе. На канале НТВ Сергей Соседов стал вести программу «За гранью». Как пояснил критик, это остросоциальное ток-шоу о людях, для которых жизнь однажды разделилась на до и после, и теперь находится за гранью общепринятого понимания. Личность Сергея Соседова делит людей на два лагеря. Кому-то нравятся резкие слова критики, а кто-то считает его чудаковатым фриком. Но вот что можно утверждать наверняка, так это то, что Сергей Соседов мастер своего дела и никогда не поступит со истиной в угоду кому бы то ни было. И да, он вызывает уважение. Напишите в комментариях, что думаете вы? Правомерно ли так резко Сергей Соседов критикует наших звезд? Поделитесь об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего вам настроения и до скорых встреч, друзья!